Добрый день, дорогие друзья! Тема видеоблога 7,5 миллионов метров квадратных жилья. Именно столько собирается построить в 2011 году белорусское правительство для развития жилищного рынка. Много ли это мало и зачем столько? Это те вопросы, на которые мы должны ответить. Я уже опускаю вопросы цены, по чем будут строиться эти квадратные метры. Правительство обычно говорит, что мы занимаемся жилищным строительством для того, чтобы решить проблему обеспеченности жилья самых обеспеченных, самых бедных, нуждающихся. Я посчитал, что оказывается, среди доля жилья для многодетных семей, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий, это часть демографической проблемы, часть социальной проблемы, составляет не целых 0,5%. Подчеркиваю, не процент даже, 0,5% от 7,5 миллионов квадратных метров жилья будет построено для многодетных семей. И вот это очень характерная позиция того, как наши правительства относятся к развитию очень важного рынка, рынка недвижимости. За счет каких средств будет строиться вот такой огромный кусок недвижимости новой. 80,7 триллионов это льготные кредиты, которые опять-таки пойдут в экономику. И в принципе мы можем, конечно, говорить о том, что люди, которые их получат, это замечательно, потому что позволить себе кредиты по 15% на 10-15 лет могут далеко не все. Но вторая часть данной медали, вторая сторона, это кто, откуда банки возьмут эти огромные деньги. А, конечно же, это та задача, которая стоит перед Национальным банком, который будет кредитовать Государственные банки. А Государственные банки, в свою очередь, будут прикладывать груз ответственности на заемщиков. Если заемщики в таком огромном количестве получат льготные кредиты, естественно, эти деньги так или иначе окажутся в экономике и будут влиять на инфляцию, будут влиять, конечно же, на возможность сохранения стабильного валютного курса. Остальные ресурсы, лишь небольшая доля денег, которая будет потрачена на жилье, это личные деньги людей, это кредиты на коммерческих условиях. Поэтому мы наблюдаем ситуацию, когда государство надувает до предела рынок жилья. Этот рынок может, на самом деле, рухнуть в любую минуту, особенно если неустойчивым будет валютный курс и будет девалюация. Потому что обслуживать такого рода кредиты, даже льготные, станет сложнее, потому что предприятия вынуждены будут сокращать заработную плату, сокращать работников, и, соответственно, обслуживание будет проблематичным. В результате мы получим ситуацию, когда на балансах банков будет много-много квартир, и эти квартиры нужно будет продавать. Но уже не за 1000-1200 метров квадратных, как сегодня, а за то, что сказал когда-то министр экономики, что цена квадратного метра жилья будет равняться средней заработной плате, то есть порядка 450-500 долларов. Вот такое будущее ждет белорусский рынок жилья, особенно если в 2011 году все-таки будет построено 7,5 метров квадратных жилья. Продолжение следует...